Татьяна и Геннадий Боровиковы проводят на дачном участке большую часть свободного времени. Дома лежать скучно, а на огороде всегда найдется занятие. Не спеша прополоть грядки, окучить картошку или просто полюбоваться цветами. О том, что в зелени может прятаться опасный клещ, предпочитают не задумываться. В основном они же где? На деревьях? И на траве тоже они могут быть, да? Я их и боюсь, этих клещей. Хорошо, что если такой, а если энцефалит? И не зря боятся. На днях от укуса клеща переносчика энцефалита умер житель Владивостока, который решил вылечить себя сам. В Роспотребнадзоре заверили, спасти от тяжелого заболевания сможет только врач. Кстати, в этом году уссурийцы в три раза охотнее обращаются с укусами клещей к медикам. Количество присасывания клещей у нас на сегодняшний момент 829. В том числе 190 детей. То есть это столько людей, которые обратились в медицинские учреждения. Исследовано в 50% клещей. Остальные по каким-то причинам решили пустить все на самотек. Но даже в числе клещей, которые поступили на анализ к специалистам, оказался смертельно опасный экземпляр – переносчик энцефалита. Еще пять его собратьев заразили своих жертв боррелиозом. Клещи могут быть носителями и других тяжелых для человека заболеваний. Это, во-первых, возвратный клещевой тиф, потом геморрическая лихорадка, как называемая болезнь Лайма, клещевой боррелиоз, клещевой эрктиоз. Поэтому все равно, даже если анализ не подтверден наличию клещевого энцефалита, надо встать на учет в поликлинику к инфекционисту где-то дни на 14 и понаблюдаться. По словам специалистов, клещи будут активны до первой декады октября. Хотя территории парков, школ и зон отдыха горожан обработаны в начале сезона, опасных насекомых можно встретить в других местах, например, на дачах, откуда у сурицы и привезли шесть заразных клещей. Поэтому рекомендуется обрабатывать одежду специальными средствами, осматривать себя и близких после прогулок по лесу и в случае укуса немедленно обращаться к врачам. Анна Клыга, Сергей Флоренцев, Телемикс.